На связи со студией Freedom военный эксперт Владислав Селезнев. Владислав, приветствуем вас. Добрый вечер. Коллеги, добрый вечер. Слава Украине. Героям слава. Владислав, наш разговор хочу начать с информации Генерального штаба Украины о потерях. Насколько я понимаю, речь идет о рекордных потерях. За октябрь более 40 тысяч было ликвидировано российских военных. Если быть точнее, 41 тысяча 800 беспрецедентные действительно были нанесены потери российской армии. Хотелось бы от вас услышать в военном контексте, что значат эти цифры и насколько это может быть серьезный удар для личного состава армии страны-агрессора. Безусловно, это очень много. Практически за весь 22-й год потери российской армии составляли цифру вдвое больше, нежели за 1 октябрь месяц текущего года. Тогда это было чуть более 90 тысяч, тут более 40 тысяч. Огромные потери, я думаю, что нечувствительны для российской армии. А на фоне того, что Путин пока не спешит объявлять об очередной волне частичной мобилизации и вынужден обращаться за такого рода услугами к правительству Северной Кореи, я думаю, что в перспективе ближайших 1-2 месяцев у россии будут серьезные потери. Ведь ныне количество поступающих в рамках рекрутинговой кампании российских граждан в статусе мобилизированных или призванных на военнослужбу по контракту много меньше, нежели количество уничтоженных украинскими силами обороны и тех самых граждан Российской Федерации. Безусловно, эти тенденции предопределены в том числе и интенсивностью введения боевых действий. Ведь, де-факто, сейчас на 7 участках фронта происходят ожесточенные боевые столкновения. Где-то они более масштабные, как то Кураховские, либо Жубокровские направления. Где-то чуть меньше, меньше по интенсивности боевые столкновения. Но, тем не менее, там также горячо речь идет, в первую очередь, про район Час-Яра, про Лиманское направление, про Купинское направление, про Юг Запорожской области. В принципе, достаточно серьезная динамика наблюдается в настоящее время и на территории Курской области Российской Федерации. То есть, все это в сумме дает тот самый колоссальный уровень потерь. Готова ли Российская Федерация разменивать тела своих солдат на такие желаемые квадратные километры украинской территории? Как видим, да. Но насколько хватит тех самых российских или даже северокорейских солдат для реализации этих миссий? Это имеет достаточно обоснованное сомнение. Ведь все в этом мире когда-то имеет свою финальную точку, свой финал. И россияне в таких масштабах, фактически расточительно используя живую силу, могут в конце концов оказаться у разбитого корыта, когда им физически не будет чем не только наступать, даже обороняться. — Скажите, Владислав, вот сегодня, да, когда я добирался, по сути, на эфир, да, я услышал сообщение, Сату-Луганск, соответственно, и там очень интересные для себя детали приметил, что по той информации, если мы говорим о ситуации вокруг Часового Яра, то там отмечается, что противник, он даже как бы вот к холодам, как бы не то, что там не готов, он не готовился. Да, вот по всему, что видят наши, да, там вообще ноль, там даже не думают о морозе, о холодах, о зиме вообще. Ни техника, ни люди, абсолютно ничего. И тут возникает вопрос, а что вот это за такой какой-то, я не знаю, опять очередной дедлайн, что всех там, я не знаю, там чуть ли не в летней форме на убой гонят? Ну в чем? Или опять-таки, да, до первого какого-то декабря Луганская, Донецкая область, да, вот как на это смотреть? Или до пятого ноября, до выбора президента Соединенных Штатов Америки? Что Путину было чем там оперировать? Как не вспомнить классика, по прыгунь и стрекоза, лето, красная пропела, оглянуться не успела. Да, 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 была такая басня. Я думаю, что тут и именно в таком контексте действуют российские оккупационные силы, надеясь на то, что до настоящих холодов они успеют взять под контроль, в том числе и Час-Яр. И в принципе, определенные ожидания предпосылки к реализации этих ожиданий у российского генералитета были. Ведь вспомним, какое огромное количество сил, средств и ресурсов они задействовали для того, чтобы сломить сопротивление наших защитников Час-Яра. Но планы были, а реализовать россиянам не удалось. Там сработала и достаточно эффективная стратегия оборонительной операции украинского генштаба на этом участке фронта. Там и рельеф местности достаточно хорошо поработал. И там, кстати, хорошо поработала украинская операция на территории Курской области, когда россияне были буквально вынуждены, отрывая буквально от сердца, отправлять свои силы и средства с Час-Яровского направления на территорию Курской области. И поэтому в определенной степени именно Курская операция предопределила интенсивность введения боевых действий не только в районе Час-Яра, но и на Кураховск, но и на направлении на Лиман и на Купенск. Да, сейчас на этих участках фронта вновь активизировался противник. Ведь враг получил возможность получить дополнительные силы и средства для их направления именно на территорию Курской области. Но говорить о том, что по сути своей Курская операция абсолютно нерациональна, я бы не рискнул. Почему? Ну, во-первых, созданы определенные предпосылки для того, чтобы обеспечить влияние российской артиллерии, в первую очередь сольной артиллерии нашего приграничения на территории Курской области. Равно как и российские диверсионно-развитационные группы не особо лезут на территорию Курской области, не физически заняты иными процессами. В то же самое время мы должны понимать, что интенсивность введения боевых действий на Час-Яра в направлении определяется исключительно ресурсами. Если у противников физически нечем наступать, то топтание на месте они могут изобразить. Но более масштабное продвижение от них ожидать не следует. Им нет возможности трансформировать свои ресурсы в территориальное приобретение, потому как у них нет масштабного преимущества в силах и средствах. Но в любом случае мы должны с вами понимать, тенденция, какой бы мы с вами участок фронта ни взяли, она будет позитивна либо негативна для украинской силы обороны исключительно исходя из наших ресурсов возможностей. То есть если у нас будет соответствующая сила и средства для отражения всех уражеских атак, я могу лишь только нашему противнику посочувствовать. Ежели нам тех самых ресурсов будет недостаточно, то, соответственно, впереди нас ожидает сложные времена. Но тут следует отдать должное украинским силам обороны. Как-то несколько вне рамок основной информационной повестки остались сообщения о том, что случились прилеты по морскому порту в районе Бердянска. Неоккупированный город на севере Азовского моря является одним из основных хабов, через которые происходит поставка вооружений, техники, боеприпасов к этому вооружению для российской группировки войск, действующей на юге Запорожьей области. Взрывы случились. Масштаб этих взрывов пока я не готов подтвердить, но нам нужно совершенно четко понимать, что на территории временно оккупированной противников работают очень масштабно и российские ФСБ, и иные спецслужбы для того, чтобы в рамках контрдиверсионной деятельности, антитеррористической деятельности усложнить работу наших разведчиков, наших партизан. Поэтому некоторые вещи мы узнаем с вами немного позднее в части эффективности нанесения ударов с помощью ракет, дронов, с помощью иных средств. Но то, что эта работа постоянно продолжается, ведь время от времени мы видим даже в российских задпабликах сообщения о том, что случилось где-то баловно, вторичная детонация, но, как правило, остается вне кадра и результаты, то есть масштабы этой детонации и, соответственно, потери российсками. Но то, что эти потери происходят регулярно, а это значит, эффективно работает наша разведка, и не менее эффективно работает наша силовая средства, которая обеспечит огневое поражение тех самых вражеских военных объектов. Владислав, а если вот посмотреть на эти взрывы на временно оккупированных территориях, на складах на территории Российской Федерации, на вот эти потери, опять же, рекордные личного состава за октябрь, то насколько это все укладывается в концепцию войны на истощение армии страны-агрессора? Мы время и время слышим достаточно такие жесткие заявления в адрес высшего военного руководства нашей страны, мол, как это так, а где же эффективные, масштабные наступательные мероприятия, которые должны реализовать украинские силы обороны? Ну, невозможно воевать, не имея численного и материально-технического преимущества. А это значит, что 2024 год для нас предопределен как год стратегической обороны, ключевой миссией, которая является максимальное исхолощивание, выхолощивание вражеских военных ресурсов. Собственно, этим и занимается украинская сила обороны на всех участках территории нашей страны и на участке Курской операции, Курского подзарма на территории Российской Федерации. Максимальное уничтожение вражеского военного потенциала, что, в принципе, в перспективе может работать на наши возможности в части проведения контрнаступательных мероприятий. Да, определенный такой осадок разочарования тут сейчас мы все испытываем. Мы все ожидали, что на начало октября сего года вражеский наступательный потенциал будет истощен. Но этого не случилось, хотя об этом говорил генерал Будунов, руководитель нашей военной разведки. Но это не значит, что тут и сейчас украинская армия опустила руки и ничего не делает для того, чтобы все-таки, в конце концов, выхолостить наступательный потенциал. А часто бездумные решения российского генералитета в части отправки нового бой, тех имеющихся у них немногочисленных ресурсов, всячески способствуют тому, что, в конце концов, российская армия будет физически вынуждена остановиться, потому что ей просто нечем будет вести наступательные действия. А скажите, Владислав, да, каким вам видится дальнейшее, скажем так, применение тех сил, живых сил, да, так любезно переданных товарищем Ким Чен Ином, Владимиру Путину? Поделюсь с вами своими переживаниями. Пока я, к сожалению, не могу однозначно ответить, насколько эта информация верифицирована, но в некоторых военных закрытых пабликах я буквально сегодня видел следующее сообщение. В противостоянии, в споре, в таком хорошем споре между украинскими дроноводами и украинскими артиллеристами пока побеждают наши артиллеристы, потому как именно они распечатали тот самый сухой счет в части уничтожения северокорейских военнослужащих. То есть счет открыт, мартиролог северокорейских потерь открыт. Будет ли в ближайшее время верифицирована эта информация в части уничтожения первой партии северокорейских военнослужащих, я не знаю. Но то, что в любом случае мы с вами должны понимать, что для Российской Федерации это вынужденная мера, речь идет о непосредственном применении северокорейских военнослужащих в штурмовых действиях. Это очевидно. Путин не спешит объявлять очередную волну хотя бы частичной мобилизации, понимая, что это серьезно скажется на его рейтингах и, в принципе, восприятие российским людям той самой, так называемой, специальной военной операции. Ну а то, что северокорейские военнослужащие точно сделаны из тех же костей мяса и, соответственно, будут превращаться в пепел, равно как и их российские собратья, для меня это очевидно. Вопрос только в наличии состоящихся сил и средств украинских сил обороны, которые будут превращать в пепел, в порох те самые штурмовые подразделения северокорейской армии. Ну и вот, кстати говоря, это очень сейчас вот эта история с участием, фактически, да, Северной Кореи на стороне Российской Федерации. Она привлекает внимание не только в Украине. Ну и сейчас Украина, опять же, планирует в ближайшее время передать Южной Корее детальный запрос. Будет он включать необходимое для украинских защитников оружия, рассказал об этом президент Владимир Зеленский в интервью Южнокорейскому телеканалу. Глава государства тут напомнил, что Киев аккуратно вел себя по отношению к Южной Корее, а вот Республика Корея также аккуратно вела себя по отношению к Украине. Давайте услышим прямую речь и продолжим обсуждение. Сейчас, после того, как Северная Корея получила реальный официальный статус людей, которые пришли воевать против граждан Украины, наш запрос будет подробным. Он будет вместе с моим представителем, который приедет в Южную Корею в ближайшее время, и мы будем говорить об оружии. Мы очень хотели бы, чтобы нам помогли, в том числе и с артиллерией, и с противовоздушной обороной. Я знаю, что есть осторожное отношение к этой войне со стороны Южной Кореи, но это не только наша война. И вы видите это. Это благодаря России, это не только наша война. Она привлекла Северную Корею, и она не остановится. Будет Иран, будут и другие. Очень много говорят о том, что эти северокорейские солдаты в Россию не просто так едут, они едут прежде всего учиться, и где-нибудь потом знания будут применять. Остается вопрос открытым, в том числе и для Южной Кореи, сложившихся в этих новых геополитических реалиях. Насколько действительно возможны сейчас какие-то изменения в взаимоотношениях к Южной Корее и Украине в плане, например, поставок вооружения. Насколько я знаю, там законодательством этот вопрос ограничен. Ну, безусловно, ни у кого из нас не может быть ни единой иллюзии в части того, куда будет направлен тот самый полученный северокорейский военный случай, опыт участия в современной войне в 21-м столетии. Очевидно, что северокорейские военные случаи вряд ли поднимут штыки и оружие в направлении своих китайских партнеров. А вот то, что с большой долей вероятности это оружие будет направлено в сторону Южной Кореи, это очевидно абсолютно, с учетом последних политических заявлений северокорейского диктатора и его окружения в отношении своих южных собратьев. Собратьев, соответственно, в кавычках. В любом случае, мы с вами должны понимать, что такого рода коллаборация между Киевом и Сеулом, она абсолютно очевидна и она рациональна. Ведь у нас общий враг, и с этим врагом нужно бороться. Сможем ли мы получить добрые вести от наших северских друзей и партнеров, пока еще сложно прогнозировать. Мы видим, насколько они осторожны в отношении российско-украинского противостояния, но, с другой стороны, вызова не имеет места быть тут и сейчас. И времени на раскачку наших северских друзей не так много. Поэтому, безусловно, я с нетерпением ожидаю первых результатов переговоров, хотя бы вы услышали публичную часть этого трека. Почему? По таблеорангам Южнокорейская Альмия занимает пятую строчку в мире. Соответственно, опыт ведения и эффективность ведения боевых действий южнокорейскими солдатами просто колоссальный и потрясающий. По техническим, по военным возможностям. Плюс мы должны помнить, что военно-технический блок южнокорейской экономики занимает восьмое место в мире по экспорту вооружения, техники и технологий военного назначения. Если мы получим хотя бы часть южнокорейского вооружения, которое славится своей технологичностью, своей эффективностью, своей смертоносностью, мы точно приобретем, ну, как минимум, паритет на поле боя. Поэтому многое зависит, безусловно, от дипломатического трека, но логика предложения украинского правительства, она очевидна. У нас общий брак, и сообща мы сможем взять много меньше, чтобы минимизировать, как минимум, последствия той самой коллаборации, которая в настоящее время существует между Москвой и Пхеньяном. Владиславу, спасибо большое за то, что присоединились к нашему эфиру. Владислав Селезнев, военный эксперт, был с нами на прямой связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Продолжение следует...